Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, артистами, их биографией и фотографиями. София Жозефи, стоящая имя и фамилия София Львовна Липкина. Российская и советская артистка цирка и немого кино. София Жозефи родилась в 1906 году в посаде Клинцы Суражского уезда Черниговской кубернии в семье цирковых артистов Льва Исаакича и Лилии Липкина. Лев Исаакович взял себе псевданием с Жозефией и, будучи еще подростком, выступал силовыми акробатическими номерами в знаменитом в то время цирке Беллини. В 80-х годах XIX века Лев Исаакович гастролировал по России. Помимо Софии в семье Жозефии Липкиных было еще трое детей. Все они работали на манеры. Но именно София, силовая акробата, принесла настоящую славу цирковому семейству. Жили они в Тифлисе, в столице Грузии. Именно на сцене Тифлисского цирка появилась на арене и трехлетняя София. Она ходила по проволоке, участвовала в жонглерских композициях, акробатических пирамидах, клоунаде. В цирке ее заметил известный грузинский режиссер Иван Перестиани и пригласил на роль Дуняши в фильме «Красные дьяволята» 1923 года, принесший ей союзную славу. Газеты того времени писали, что смелая и поразительно красивая Жозефии в роли Дуняши воспринималась зрителями как муза, революции, ангел народного гнева и возмездия. Я цитирую Википедию. Софию стали приглашать и другие режиссеры. С 1923 по 1934 год Жозефия сыграла еще в десяти фильмах в студии «Госкин Кром», из которых наиболее значимыми были «Легенды о девичьей башне», «Савур могила» и «В трясине». В начале 1930-х годов София Жозефия Липкина вышла замуж за снимавшего ее режиссера Моисея Абрамовича Вахнянского, заслуженного деятеля из Кузгрузинской ССР, режиссера Тбилийского Тюза, заведующего постановочной частью Магаданского музыкально-драматического театра. После распада СССР в 1692 году иммигрировала в США вместе с дочкой. Умерла в 1997 году, похоронена в Хьюстоне, в штате Техас. Ну так вкратце из переводной Википедии о российской и советской артистке цирка и немого кино София Жозефия. Настоящее имя София Львовна Липкина. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok